Новым Чайковским, Шостаковичем и Прокофьевым быть. 26 музыкальных и хоровых школ Самары и Тольятти получили свыше 1800 экземпляров новой нотной литературы. Это стало возможным благодаря проекту «Музыкальное приношение будущему», главная задача которого – поддержать отечественное музыкальное образование. Этот проект уже много лет реализуется, с 2005 года, но Самара, наверное, впервые так вот массово в нем приняла участие. Проект совершенно замечательный, его инициаторами стал Российский музыкальный союз, это такое сообщество профессиональных музыкантов России. Конечно, его поддерживает Союз композиторов России, поддерживает крупнейшее музыкальное издательство российское, композитор Санкт-Петербург. И этот проект курирует народный артист России, герой труда России, выдающийся российский музыкант Валерий Гергиев. Незабвенная классика и свежая партитура. Новую нотную литературу вручили директорам школ искусств Самарской публичной библиотеки. Вот наше будущее – это более 400 детей, которым мы привезем вот такой замечательный духовный подарок. Даже название их, вот «Мир музыки», мы учимся играть, петь и сочинять. Все это замечательно. Каждое учебное заведение самостоятельно выбирало свои книги о музыке. Кому-то необходимы духовые партии, кому-то усиленные курсы по сольфеджио. Мы были потрясены просто той сокровищницей, которая перед нами открылась. Около пяти тысяч наименований. Для нас очень актуально развитие духового исполнительства. Поэтому мы приобрели большое количество литературы для духовых инструментов, в том числе уникальные сборники, скажем, для волторны, для тубы, для квартетов лейт, для ударных инструментов. В школе на сегодняшний день обучается 468 учеников. И весь коллектив школы счастлив стать участником благотворительного проекта «Музыкальное приношение будущему». И акцент при таком широком разнообразии музыкальной и нотной литературы мы сделали на учебных иллюстративных материалах для подготовительного отделения нашей школы. Новые сюиты, кантаты, вальсы и сонаты для клавишных, духовых и струнных инструментов уже разучиваются учениками школ искусств. Новые ноты очень хорошие. Я считаю, там очень хорошо подобраны произведения. За все время действия проекта «Музыкальное приношение будущему» необходимой нотной литературой пополнились библиотеки двух с половиной тысяч учебных заведений в 56 городах России. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События.